Швейцарец сегодня входит в судейскую бригаду, это тоже обращает на себя внимание. С этого сезона Марк Вигант некоторые матчи континентальной хоккейной лиги обслуживает. Медвежчак на данный момент занимает третье место на Западе, Спартак девятый. Медвежчак самая грозная команда континентальной хоккейной лиги по реализации большинства, так что ближайшие две минуты обещают быть очень интересными. И вот он розыгрыш. Повезло сейчас Глассу, что укрывает шайбу корпусом. Здорово. Дэрон Квинт против него, но ничего не может поделать Квинт. Эллисон оставляет шайбу за спиной, ее подхватывает вески. Еще одно единоборство. И вот опасный момент ворот Гласса. 1-0. Майкл Рая вторую игру подряд забивает и открывает счет в этой встрече. Еще раз посмотрим за тем, как развивалась эта атака. Сергеев проигрывает единоборство в углу площадки. Следует передача на Майкла Райана. Ну а тот уже здорово, как разбирается с Джеффом Глассом. И приступать к обороне собственных ворот. Дело это энергозатратное. А еще нужно ведь когда-то думать об атаке. Хороший выход у Спартака может получиться. Вандель. 1-1. Блестяще. Разобрался с защитником Том Вандель. И переиграл голкипера Барри Браста. Воспользовался падением защитника Вандель. Вышел фактически один на один с Барри Брастом. И того переиграл. Это была не опасность для ворот соперника. Еще один бросок Барри Браста. На Артема Воронина здесь поехал. Ну и пошла у нас драка. Бодров. Воронин потерял шлем вовсе. Но арбитры растаскивают здесь. Второго периода. Остается позади. Во второй 20 минутке у нас отличался Том Вандель. А вот теперь отвечает Медвежчак. И добивание это какой опасный момент. Еще один бросок. Не доходит шайбы до ворот. Крутится как белка в колесе. Момент за моментом просто создал сейчас Медвежчак. У ворот соперника. И не собирается конечно останавливаться на достигнутом. Атака 3 в 2. Чичула устремляется на пятачок. Бол! Великолепные розыгрыши. Джонатан Чичу. Отправляет шайбу в ворота. И попутно становится лучшим снайпером континентальной хоккейной лиги. Десятая шайба Джонатана Чичу. Смотрите какая атака. Томас с шайбой переводит ее на Метта Мерли. И Мерли знает, что Чичу бежит на пятачок. И Мерли переводит шайбу на пятачок в одно касание. Что мог здесь делать Квин? Да наверное ничего. Действует защита от медвежчака. А дальше потери. Круто. Вмещается в центр. Можно бросить. Хороший плотный бросок. И шайба покидает пределы площадки. Барри Брасту. Сейчас пришлось непросто. Ну и Алексей Крутов конечно заявил о себе в этом сезоне. Ребре поехал вперед. В направлении Тома Ванделя. Берон Квинн стоя на серии линии пропускает и игрока, и шайбу мимо себя. Томас. Передача. И можно забивать. Но нет. Джек-блаз выручает. Спартак сейчас. Еще один бросок. Спартак в большинстве. Отскакивает шайба на пятачок. Длинная передача. И выход один на один. Круто. Не забивает. Реальнейшая возможность сравнять счет в этой встрече была у Алексея Крутова. Классно защитника. И бросок. Пока что ни одной шайбы в нынешнем сезоне на счету Жердева. Держит шайбу. Цепка. Не отдает никому Сергеев на Жердева. Хороший перевод. И шайба в воротах. Дэрон Куинт. Сравнивает счет в этой встрече. Сергеев и Жердев записывают на свой счет по результативной передаче. Сам не верит своему счастью Дэрон Куинт. Четвертая шайба в нынешнем сезоне у защитника Спартака. И 11-е набранное очко. Второй бомбардир команды. Подумать только. Жердев выполнял передачу на самом деле не на Куинта. Но не было бы счастья до несчастья. Не помогло. Там совершенно один располагался американский защитник Спартака. Да, на Боброва пытался. Шайбу отберут. Так и происходит. Контраатака Медвежчика. Налево смещается Мюррей. Не дают ему бросать. А шайба-то под щитками. Ох, какое добивание. Повезло сейчас Глассу. Ну и как до самого конца доигрывали этот момент. Бросать было поздно. Фостер на веске. Вески возвращает шайбу Фостеру. Тот будет простреливать. Вески на добивании. И кто добавит шайбу ворота? Гласс выручает Спартак. Великолепный сейв. Даже несколько сейвов подряд. Игра остановлена. Джонатан Чичик тоже еще. Убирает Джеффа Гласса. Но Гласс успевает переместиться и выставить свою ловушку. Том Мандель. Не торопится и не забивает. Разложил Барри Брасто. Но в штангу там кажется угодил. Давайте посмотрим еще раз на повторе. Да, судя по всему штанга выручает сейчас Медвежчак. Том Мандель. Опять не спеша. И на паузе выдергивает Барри Брасто и направляет шайбу в ворота. Ну, очевидно это было после попытки Жирн. Райан Вески на хорошей скорости. Джефф Гласс выигрывает эту встречу для московского Спартака. И победная серия Медвежчака прерывается, насчитывая 8 матчей. Райан Вески расстроен, конечно же. Но все когда-то заканчивается. Закончилась и эта победная серия.